На барке Седов провели эксперимент. Пока парусник уверенно идет по маршруту, свою дорогу среди волн прокладывают послания в бутылках. Куда их принесет океан, останется загадкой до той поры, пока их не выловят другие моряки. Историческое событие в наших дневниках Кругосветки. Здесь редко ходят корабли. Традиционные транспортные маршруты проложены в стороне от этой точки на карте Тихого океана. До ближайшей земли тысячи морских миль. И именно отсюда возьмут старт бутылки с посланиями мэров немецких городов. Турецкая оплёточка красивая. Вот эта хорошая бутылочка. Город Кукскафен. Бутылочная почта – один из самых загадочных способов сообщения информации. Никогда не знаешь, когда, где и кто прочтет письмо. Причем советский ученый одним из первых этот метод ввел в Атлантике. Он начал кидать бутылки. Их вылавливали в разных точках, что называется, океана, побережья. И таким образом составлялась какая-то схема течений. Былась история, когда кинули в Атлантике в одном месте две бутылки. Одна ушла к Америке, а другая куда-то в Африку плывала. Об этих письмах известны только координаты отправки и точное время. Все остальное пока загадка даже для бывалых моряков. В 10 часов, 11 минут, 12 секунд четко, четко, по секундомеру бросаем вот в тихомотяне эти бутылки. Вот. И пусть они плывут. А тем, кто поймает? А тем, кто поймает, там написано послание. А в этом послании написано, куда обратиться, куда сообщить и так далее и тому подобное. Но это вообще-то интересная акция с этими бутылками. Вот, можно сказать, даже научная. Поэтому курсанты занимаются наукой, приобщаются к науке. Молодцы. Впрочем, предположения, куда доставят письма морскую почтальону, капитана есть. По мнению Николая Зорченко, скорее всего, течения и пассаты понесут их на восток. Время, братцы. Кот! Борис! Виктор Юрьевич! Чуть не столкнулись. Виктор Юрьевич!